В этом году формат мероприятия повлиял на структуру общения с Путиным. Прямую линию с гражданами объединили с пресс-конференцией для журналистов. Последних в Кремле собралось примерно полтысячи со всех регионов России. За четыре часа президент ответил на 67 вопросов из более чем двух миллионов поступивших. Ни один вопрос из Алтайского края не прозвучал, хотя они появлялись на экране. Промелькнуло два и оба о проблемах в медицине. Владимир Путин беседовал преимущественно о положении дел, характерном сразу для всех регионов страны. Тем не менее, прозвучали вопросы и из Сибири. В то же время, с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть, практически сидят те 7,5% добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание. Владимир Путин объяснил, что рост тарифов ЖКХ, в отличие от индексации пенсии, производили уже полтора года. И для пенсионеров, в частности, отменят комиссию при оплате за ЖКХ, сказал президент. И добавил, доходы граждан должны опережать инфляцию. Для этого все есть. В первую очередь, крепкая экономика. На 24% увеличилась прибыль предприятий. 10% составил рост инвестиций в основной капитал. Даже пробили исторический уровень безработицы. Сейчас он 2,9%. Уменьшился и внешний долг государства на 30%. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8%. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. Также Владимир Путин затронул и важную для Алтайского края тему сельского хозяйства. Он похвалил аграриев за рекордный урожай зерна в 150 миллионов тонн. И объяснил, что происходит с ценами на яйца. Спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет. Но сбой в работе правительства. Среди важных внутренних проблем прозвучал вопрос о нехватке самолетов и комплектующих для них. Путин отметил, что к 2030 году ситуация в отрасли должна улучшиться. Также, по его мнению, необходимо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок. И повысить выплаты по программе «Земский доктор». Рассказал президент и о ходе СВО. Конкретно про мобилизацию. Второй волны, заверил он, не будет. Начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И да, и планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. Ну зачем нам мобилизоваться? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Касательно других вопросов внешней политики, Владимир Путин сказал, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарств в сектор газа. Также заключен договор с председателем Китайской Народной Республики о работе по восьми направлениям. Данил Кузнецов, День с толком.